Эфир канал ОТС продолжает экстренный вызов. Меня зовут Мария Никитина. Здравствуйте. 19-летнюю мать-садистку сегодня начали судить в Новосибирске. Ей предъявили обвинение в умышленном убийстве беспомощной дочери. Алина Воднева родила ребенка 8 декабря. Спустя две недели малышке понадобилась экстренная помощь врачей. По данным правоохранителей, молодая мать, устав от криков новорожденной, варварским способом заставила ее замолчать. При этом медиков к умирающей девочке вызвали только через три часа. В коме пациентка пролежала два месяца. Говорят, шансов выжить у нее фактически не было. Сегодня зам прокурора области огласил подсудимой обвинительное заключение. Нерадивая мамаша осозналась в содеянном. Потерпевшим следователи признали отца убитой. Пожалели уголовника и вынесли оправдательный вердикт. С таким заявлением в нашу редакцию обратилась мать погибшего на первомайке спортсмена. Присяжные не поверили в виновность персонажа с сомнительной биографией, который сам признался, что нанес молодому парню единственный удар, ставший смертельным. В этой истории вообще слишком много нестыковок. Все случилось в августе прошлого года. Со слов потерпевшей, ее сын Владислав поехал на встречу с Денисом, охранником алкомаркета, с уголовным прошлым, с которым у него был небольшой конфликт. Проблему хотел решить миром и даже не обратил внимания, что оппонент для беседы выбрал весьма сомнительное место – участок на отшибе за гаражами. Когда ударил подсудимый моего сына, как он говорит, что у моего сына подкосились ноги, колени, и он упал вперед и на бок как-то. Начал хрипеть. Он подошел к нему, начал бить по щекам, попросил ДССТО рядом, попросил у людей, которые работали рядышком, воды на шатырь, что не помогло привести его в чувства. Вызывать скорую Денис не стал. Проверил карманы потерявшего сознания парня, вытащил мобильный телефон, ключи от его машины, открыл БМВ и затащил туда Владислава. Фигурант дела привез Владислава сюда, к местной поликлинике. Он попросил прохожих помочь ему достать парня без сознания из машины, затащил его в здание и бросил в коридоре. Позвал врачей и сказал им, что тот находится в состоянии наркотического опьянения, а сам ушел, как ни в чем не бывало. На этом участке повсюду установлены камеры, но по странному стечению обстоятельств именно в тот момент они не работали. Денис бросил машину в соседнем дворе, ключи и смартфон оставил себе. А в это время врачи пытались спасти пациента, но безуспешно. Узнав о случившемся, его обидчик сам сдался полиции. Но арестовывать его не стали. Взяли под стражу только когда мать Владислава с жалобами дошла до главы СКР Александра Бастрыкина. В итоге обвиняемый попросил суд присяжных. Их решение и повергло близких погибшего в шок. Получается, что мой сын по сути сам умер, упал, шел, наверное, запнулся, упал или как. То есть он сам сознается в ударе, хотя бы в одном даже ударе. Где логика у человека, ну кто вот сидит в присяжных. Как можно сказать, что не доказано? Даже место, вот это место происшествия не доказано. Ну, много-много вопросов. В суде не рассматривали характеристику Дениса. Такие правила присяжным не сообщили о былых судимостях персонажа и не сказали, что тот присвоил смартфон и ключи от чужой иномарки. У нас есть сведения и свидетели, что тоже когда был конфликт у них 4 августа, судимый бросался с пистолетом у моего сына. Но мы это тоже не могли даже в суде об этом говорить, так как это не касается именно 10 числа. По мнению семьи погибшего Владислава в этом деле много нестыковок. Денис утверждает, что бил один раз, а экспертиза выявила минимум два удара тупым предметом. Свидетели подтвердили, что видели, как парни идут за гаражи и слышали звуки драки. Но присяжным этого показалось мало. Через месяц судья вынесет приговор. Но на основании вердикта он будет оправдательным. Тщательно конспирировались, но все равно были пойманы. Троих жительниц Новосибирска задержали по подозрению в мошенничестве. Женщины придумали, как им казалось, идеальный план заработка и даже успели получить крупную сумму. Однако криминальную схему быстро разгадали сотрудники уголовного розыска. С полиции. С полиции открывайте. В состав группы входили представительницы слабого пола в возрасте от 21 года до 30 лет. От их действий, как считают правоохранители, пострадали 11 человек. Это жители Воронежской, Томской, Липецкой и Орловской областей, Республик Татарстан, Башкирия, Крым, Калмыкия, Забайкальского и Краснодарского краев. Люди поверили в легенду, которую рассказали им по телефону аферистки и в итоге в общей сложности потеряли почти 300 тысяч рублей. В период с апреля по май 2023 года, используя базу финансовых организаций, подозреваемые звонили клиентам, оставшим заявки на получение кредита. Представляясь работниками банков, они сообщали потерпевшим о якобы одобренном кредите и убеждали перечислить им денежные средства под предлогом необходимости оплаты дополнительных услуг по выдаче кредита. В качестве кулцентра обвиняемые использовали автомобиль, принадлежащий одной из соучастниц, передвигаясь на котором в течение дня меняли местоположение в целях конспирации. На имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму более 1 миллиона рублей. Одна фигурантка арестована, две другие находятся под подпиской о невыезде. В ближайшее время судьбу предполагаемых мошенниц определит Ленинский районный суд. Кассационный суд в Кемерово изучил жалобу адвоката-уборщицы, которую обвиняли в краже сумки с 7 миллионами рублей. Защитник настаивала на полном оправдании клиентки. Дело вернули в Новосибирский областной суд на новое рассмотрение. И чем все закончится неясно. Деньги, кстати, до сих пор не нашли. Из следственного изолятора, где она провела долгие полтора года, Айнагуль Барбуеву отпустили в мае 23-го. Под стражу ее взяли по обвинению в воровстве. Рано утром 5 ноября 21-го горничная гостиница шла на работу. Увидев на дороге сумку, забрала себе. Спустя двое суток нашелся хозяин. Заявил, что внутри лежали 7 миллионов рублей. Мужчина встречался с другом в ресторане. Крепко выпили. После вызвали такси и уехали, забыв портфель на заснеженном тротуаре. Уборщицу из Киргизии вычислили по записям с камер видеонаблюдения. И несмотря на то, что она клялась, никакой налички внутри не было, отправили за решетку. Я под игроку пошла успешно. О чем вас спрашивают? В ходе предварительного следствия и в суде женщина утверждала, что совершила находку, а не кражу. Несмотря на доводы защиты в октябре 22-го, Айнагуль Барбуеву приговорили к 2,5 годам колонии. Я категорически не согласна с этим приговором. Я считаю, что она совершила находку, а не уголовно наказуемое деяние. Я уверена, что в этой сумке не было 7 миллионов рублей. Подкрепить документами свои слова о том, что в забытом портфеле была приличная сумма, потерпевший не смог. Апелляционная коллегия переквалифицировала статью обвинения на обычную кражу. Барбуевой назначили штраф в 60 тысяч рублей, но освободили и от этого наказания. В зачет пошло время, проведенное за колючей проволокой. Тюрьма стоила 48-летней женщине нервов и подорвала здоровье. Она намерена добиться полного оправдания и денежной компенсации за незаконное уголовное преследование. Вооружилась и пошла через кордон. Сотрудники таможенного поста аэропорта Толмачева, досмотрев багаж пассажирки авиарейса Новосибирск-Худжант, были немного удивлены. 21-летняя жительница нашего города пыталась провести в Таджикистан два тесака. Причем изначально она выбрала зеленый коридор, заявив тем самым, что предметов, подлежащих декларированию, у нее нет. Наши юная путешественница назвала сувенирами на память. Мол, даже не подозревала, что их перемещение через границу необходимо оформить документально. Холодное оружие забрали на экспертизу. Кстати, за последние пять месяцев это уже 62-й случай. В качестве подарков с отдыха нарушители привезли 19 кастетов, 18 ножей и 14 электрошокеров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok